Всем добрый вечер! Ребят, сегодня вам начну видео, которое гораздо приключениями насыщено больше, чем мои учебные ролики. А вы любите приключения? Конечно же учиться... Никто не любит, я всегда это повторяю. Место знакомое вам, вы уже здесь со мной неоднократно бывали, наверное и неоднократно. Но дело в том, приезжаю сюда вечером, хочу попробовать где-то здесь остановиться на ночлег, хотя не уверен, что найду. Если не найду, то придется нам еще подниматься наверх и там где-то возле выезда с автострады останавливаться, потому как не уверен, чтобы кто-то на нас не выпрыгнул из-за поворота. Но есть у меня тут приметочка на одну парковочку такую. Для легковых автомобилей я там иногда паркуюсь, чтобы все-таки поближе к клиенту уже быть. Дело в том, что даже если на этом месте вы со мной неоднократно бывали, здесь как бы достаточно в обрез для полуприцепа. То есть тягач, полуприцеп, не так уже никаких запасов нет. Тут один такой спуск есть. Мы спускаемся, когда днем машины навстречу, то кто-то кого-то должен пропускать, потому что фактически длинная машина перекрывает всю дорогу в повороте. Но только два таких изгиба, два серпантинчика, это ничего критичного. А там, собственно, по месту то, что мы сможем снять, если что-то получится снять завтра, фишка вся в том, что и под рампу, и для маневра место всегда было для полуприцепа. То есть, когда я останавливался уже на разгрузочном месте, там должны проезжать спереди меня ихние автомобили. И для этих автомобилей, собственно, для этих фур остается место, ну там три метра спереди кабины. Ну, соответственно, они как раз нормально просовываются и едут туда перед лобовым стеклом. Соответственно, я что-то не очень понимаю, потому что, когда я эту машину брал, то у меня как бы сначала были, знаете, да нет, ты не переживай, тебя там будут по-ровному гонять, все схвачено, мы все знаем. Ну, поехал оттуда, вернулся, ничего не поломал, оттуда ничего не поломал. А если еще и видео какое-то интересное снял, то в чем проблема? Езжай туда, где все кучеряво, и будет тебе счастье. Так, тут мне, в принципе, мой клиент прямо. Вот прямо, но там тупик в воротах. Я туда не буду ехать, потому что здесь налево, за мостиком, туда прямо, мы завтра с вами поедем. Но там все, ворота за поворотом и дальше некуда. Здесь есть речушка такая, и за речушкой справа, справа, вон там. Ну, я вижу уже, что там стоят легковые автомобили. Есть место, но если я туда мордой толкану, то я уже там не развернусь. Это факт, это я знаю. Значит, мы знаете, что с вами сделаем? Мы с вами сделаем... Вот, мне нужно туда где-то, но там легковые автомобили. Легковые автомобили. Сейчас посмотрим. Однозначно нам нужно сюда завернуть в сторону вот этого запрета. Вот. И толкануть туда задним ходом, потому что иначе получается, конечно, не очень. Ну, машин нет, вроде никому не мешаем. Рецепт видно. Что у нас здесь? Все, пошел, пошел, пошел. Спереди машина уже едет. Вовремя я смылся. Да, заворачивает туда левее. Этот хоть поворачивает прямо, но это уже хорошо. Ну, вот, собственно, о том, о чем я и рассказывал. Тут у меня для легковых машин место и... Как будто бы... Как будто бы даже на полуприцепе может быть... От этой синей машины. Хотел сказать, что я от этой синей машины я бы приклеился где-то. Нет, я бы не приклеился, потому что мне бы места не хватило. Вот этих... А может быть и хватило бы к этому синему Мерседесу. Попробуем выше толкнуть и посмотрим, что там дальше. Что там у нас дальше? Здесь тоже у нас место не ахти. Хотя здесь... Хотя здесь уже можно попробовать до этого синей машины и на эти вот места. Наверное, я так и сделаю, ребята. Наверное, мы сейчас здесь попробуем немножко понарушать и затолкаем его... Вот давайте места, потому что я другого не вижу, что мне... Где мне заночевать. Эти люди тут, в принципе, вправе легковые машины поставили, но нам же тоже как-то надо где-то спать, правильно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Играет музыка Решил пройтись посмотреть, потому что тут кажется близко-близко, а нет, нет, тут еще ехать и ехать. Можем мы прицеп закинуть сюда глубже, в стоянку, и вот сюда, и будет ему счастье. Перепаркуем. Так, стремно на этот фордик наехал, а там оказывается еще куча немереного места. Надо бы прицеп закинуть поближе, туда к заборчику. Так мы меньше будем занимать дороги. Наедем. Сейчас. Что там? Что там? Вроде сейчас мы уже спрятались получше. И фордику не мешаем. Ну, утром главное выехать. Все. Будем ложиться. До завтра. А сейчас уже доброе утро, ребята. Сегодня мы проснулись чуть раньше, потому что там будут, наверное, другие будут другие машины. И я предпочитаю заехать туда без особых выключений. Вернемся на этот мостик. Нет, нас пропускает машинка. И поедем, посмотрим, собственно, туда, куда нам и нужно попасть к нашему клиенту. Вот такое расстояние. Я вчера вам говорил, что буквально пару сот метров. Ну, давай, Вольво, переключайся, а то ты повторяешь, Мерседес. Не ожидала такого подъема. Ой, оттуда сверху идет машина. И нам лучше ее пропустить, потому что там нам не особо удобно будет разойтись. Так, тут нужно включить нам противооткат, чтобы она не дала двинуться с места без приключений. Давай. У нас общий вес 45 тонн. По-моему, 45 тонн, поэтому ей тоже не очень тяжело. Не очень легко, вернее. Так. Все, на подъем. Ой. Ремешок я не прицепил. Ну, ладно, вы на меня не ругайтесь. Мне когда-то ремешок прицеплять тут. Сейчас увидим, что будет тут внутри. Ну, тут внутри еще никого нет. Это уже классная новость. Но проблема в том, что я тут не смогу встать под рампу, чтобы не перекрыть дорогу. Это меня больше всего волнует, потому что я всегда тут на полуприцепе заходил, и перед кабиной у меня должен остаться проезд. А в данной ситуации я что-то не очень понимаю, как они собираются эту машину здесь выгружать. Ну, сейчас под фотоспросим. Мы бывали с вами здесь, да? Помните? Припоминаете. Короче, они даже не сказали, куда мне ставить. Попробую под эту рампу засунуть прицеп, вот эту третью. И посмотрим, что у нас получится, где у нас окажется голова. Потому что я, честно говоря, не уверен, что у нас останется еще место для проезда других машин. Вот, тут уже приехала машинка, которая даже не собирается ждать. А, он на эту рампу ставит, потому что сюда ставят машины одиночки. А я попробую сюда как-то затолкаться. Попробую. Но не уверен, что получится. Каменьнурная площадка. Каменьнурная площадка. Каменьнурная площадка. Каменьнурная площадка. Ну, если вы хотите, я так поехал... А, он покажу. Если вы хотите, я не забыл. Так, что планы. А, он забыл. И, как мне идет, по-другому, Продолжение следует... 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 Могло быть и хуже Все нас пропустили Здесь еще последний поворот На котором можно встретить кого-то Вот Один прошел Ждем следующего Мерседес тут заехал Под прицеп не хочет засунуться Расширяется Становился на середине дороги И ждет что будет Ну то что ждет уже молодец Так тут мы на стопике Выпрыгиваем уже на дорогу пошире И в принципе И в принципе Никаких особо приключений Не получилось Ну и на том спасибо что вы со мной Провели Это Обычные Обычные буднишные Такое Осеннее утро Все ребят Наверное Хватит Бесполезных съемок Все таки Мне больше Заходят Заходят Рассказы Когда я Чего-то учу Хотя вам больше Заходят Видео Когда я Заезжаю Там где узко Там где низко Там где надо разворачиваться Ну У каждого Смотрите Какая прекрасная погода И в этой Прекрасной погоде Правда Ветерок чуть-чуть Начинается Ну потому что Теплый воздух С моря дует А суши Холодные В этой прекрасной погоде Я желаю вам Отличного Рабочего настроения И отличного дня До новых встреч Услышимся Пока Пока